Сегодня интересный и особенный день. Лауреаты премии Андрюша на этот раз собирались дважды. Это своего рода компенсация за пропущенный 2020. Ежегодно фонд получает порядка 10 тысяч заявок. Можно себе только представить, чего стоит выбрать из такого количества самых лучших, не пропустив ни одного таланта. За 12 лет существования фонда около 19 тысяч детей поучаствовало в нашей премии. И сегодня многие из них, которые начинали 12 лет назад, учатся уже в таких престижных столичных вузах, и не только в Москве, и в Питере, и в Казани, и в Челябинске. То есть, по сути дела, они сделали творчество своей профессии. Мы, когда этот фонд создавали, именно такая цель у нас и была. И, конечно же, везет тем ребятам, которые встречают на пути хороших профессиональных педагогов, наставников, которые направляют дальше по пути, потому что, помимо, опять-таки, способностей, нужны и люди, которые профессионалы, которые вокруг находятся. Такой сложный процесс, действительно, когда ты не спишь ночами и думаешь, а что же дать такого? И интуиция, вот педагога, она должна подсказывать, вот что выигрышно именно для этого ребенка, чтобы ребенок раскрылся именно для такого голоса. Для меня это очень важно, потому что премия – это тоже такая важная ступень в твоей творческой жизни. Я чувствую серьезную радость, потому что я раньше не участвовала на таких прям масштабных премиях, фондах. А вот сейчас такое ощущение, что как будто… Даже словами не передать, как будто вот что-то щелкнуло внутри и просто смог, спел. Что-то получилось как будто прям нереально. На «Андрюше» я подаю уже третий раз. И вот четвертый я взяла лауреат. Конечно, я безумно счастлива, потому что для меня это первый лауреат в этом фонде. Когда ты выходишь на сцену, что ты ощущаешь? Я ощущаю свободу, то, что на меня смотрят люди. Я всегда с удовольствием работаю с фондом. Это очень интересно наблюдать за детьми, за их развитием. И наблюдая уже много лет, хочется отметить то, что растет уровень подготовки этих детей. Творческая встреча закончилась выступлениями лауреатов прошлого года. А уже на следующий день все собрались в Театре оперы и балета, где состоялась традиционная гала-шоу с участием новых звезд и старых знакомых, давних друзей фонда «Андрюша». С первого же номера зрители оказались вовлечены в сценическое действо. Так изящно обыграть привычку держать при себе телефон могли только креативные режиссеры гала-концерта лауреатов премии. Больше всего из этой истории мне понравилось совсем молодой. Ну и, конечно, я горжусь честно засложенным своим званием. Спасибо большое. Добрый вечер, дорогие мои уважаемые друзья. Открывать новые таланты всегда приятнее в компании давних знакомых. За 12 лет существования премии Александр Олешко, похоже, не пропустил ни одной. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Безусловно, помогать. Что мы должны сделать? Помогать, помогать и помогать. Привлекать профессионалов, давать возможность им выступать, организовывать концерты, потому что любые творческие занятия без мотивации, они никуда не приводят. А что такое мотивация? Это возможность показать свое мастерство, показать зрителю и быть признанным. Вот выставки художественные, концерты, вот как это мотивация. Конкурсы – это мотивация, признание – это мотивация. Выступать с признанными артистами не только на одной сцене, но и в одном номере – это действительно уникальная возможность, которую каждый раз предоставляют своим лауреатам организаторы премии. Премия Андруши всегда была в этом удивительно праздничная, удивительно какая-то такая благостная, я бы сказал. И всегда здесь было какое-то такое витало прекрасное, хорошее настроение. И поэтому, да, несмотря на этот перерыв, что она вот прям лучше, чем предыдущие. Предыдущие были такие же замечательные, праздничные, потрясающие. Но это, конечно, долгожданно. В этом году уровень настолько высокий, что члены жюри единодушно выбрали победителей. И они совпали в своем решении. Вот сегодняшний даже концерт показал, насколько фантастический уровень, по которому, в общем, были бы рады в Кремле, в Москве, вот такому концерту, как сегодня. Это действительно высочайший, можно сказать, мировой уровень. И я поздравляю организаторов премии Андрюша с тем, что они действительно выпили на такой уровень. Победителем в номинации «Классический танец» аккомпанировал знаменитый пианист, народный артист России Юрий Розум. Вот каждый год в апреле на этой замечательной сцене происходит настоящее чудо – рождение новых звездочек, новых талантов, новых имен. И это результат, результат огромной любви. За годы существования премии выросло целое поколение признанных артистов, которые в разное время становились номинантами фонда. Так, в статусе приглашенной звезды в концерте участвовала Рагда Ханиева, заслуженная артистка Республики Ингушетия и лауреат самой первой премии Андрюша. Как это и принято на торжественных церемониях, со сцены звучало много важных слов от уважаемых гостей. А эмоции переполняли и зрительный зал, и закулисья, и звездного ведущего. Вы заслужили эти аплодисменты, вы заслужили это признание в своем родном городе. Спасибо вам огромное! У них даже не простроены поклоны. Они скромно убегают, как бы стесняясь того, что они прекрасны. Они были маленькими детьми, когда мы все 12 лет назад оказались на этой сцене и проводили первый конкурс Андрюша. Значит, в их жизни, уже в их матрице жизни, был этот конкурс, куда они стремились для того, чтобы проявить себя, для того, чтобы сказать зрителям, мы здесь, для того, чтобы сказать краю, области, городу, мы здесь. Мы вас любим, и мы честно своим талантом будем вам служить. Ты, мухари, ты жди, я к тебе приведу. Светы улица, точно для выды, на речном приведу, приведу. Что ни номер, то без преувеличения настоящий восторг. За эти таланты низкий поклон артистам и им педагогам. И, конечно же, меценатам, а также фонду Андрюша, который всех объединил. Спасибо, Андрюша. Своя миссия вдохновляет нас, напоминая о том, что каждый из нас может стать немного волшебником. Спасибо.